Вы мечтаете о красивом оформлении группы или канала YouTube? В таком случае вам группу Corsair Art Studio. Здесь высокое качество, короткие сроки изготовления, а самое главное низкие цены. Ссылочка под видео. Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своём канале и с вами Виторган 177. На обзоре у нас сегодня будет карта засада. Не знаю, слышите, нет? Гром гремит. Это как говорится, ж неспроста. Слышите, гром гремит? Да, вот это ж неспроста, ребят. На карте у нас будет идти дождик, вот. Поэтому нужно надеть резиновые сапоги. Побольше такие, болотные, чтобы по самые уши. Вот, и мы, собственно говоря, сейчас здесь будем плавать. Автором данной карты является у нас Тейлос. Это продолжение серии карт от данного автора. Уже третий обзор от данного автора, как я и обещал. Их будет в общей сложности пять. Как только, так сразу, по мере возможности, ребята будут записывать обзоры на все его карты. Вот, любезно предоставленные этим автором. Ну что ж, для начала, значит, что я могу сказать по миниатюре. Ну, судя по всему, здесь вот это вот всё, это, ребят, болотисто. И насколько это вообще всё это дело проезжабельно, трудно сказать. На спауне у нас один стартовый автомобиль, плюс три дополнительных слота. Трёх дополнительных слотов не более чем достаточно для того, чтобы поставить мои любимые моды. Вот, вот таким вот макаром. А чай ничего не поставил. О. Вот, ну и всё. В принципе, давайте стартанём. Ранее на этой карте я ещё не ездил. Видите, нет никакой у меня здесь дискетки, ничего не нарисовано. Не тестировал, не катал. Вообще без понятия, что меня там ждёт. Поехали. О. О, дождик пошёл. Прикольно. Ну, как показывает вообще практика, ребят, ну, не всегда всех дождик вот этот устраивает. Помнится не так давно, ну как месяц назад, наверное, помню, выходила карта. Тоже на ней всё время шёл дождик. Комментарии я считал, правда, после этой карты. Несколько такие неоднозначные. То есть, кого-то это устраивало, кого-то это не устраивало вообще. А кто-то писал, что надоедает в процессе прохождения карты. Ну, надоест он, если, допустим, карта писец там с 10 пилорамами или ещё что-то вроде, ну, то может быть, да. Вот, то может быть, да, действительно будет дождик надоедать. Ну, кстати, дождик на ППС вообще никоим образом не влияет. Дополнительные статические объекты тоже на ППС никоим образом не влияют. Изменённые текстурки, грунта, домиков, всевозможных. Да, вот это как бы дефолтный гараж. Стандартный гараж, предоставленным редактором. Просто изменили текстурки. И при всём при этом, дорогие друзья, у меня 60 ППС. То есть, вообще всё чётко. Уже, наверное, по традиции от автора Тейлос я буду... Ух ты, а карта-то, она, в принципе, небольшая. Всего-навсего это что это у нас с вами получается? Три точки. Ну, давайте я описульку составлю, да? Потому что что-то как-то я это... Я, как всегда, не подготовлен. Значит, у нас будет один гараж. Один гараж. Один заправка. Заправка. Одна заправка. Так. Относительно ли сыпавала и точек погрузки? Не вижу. Эй, точка погрузки. Комцу мир. Так, я что-то не вижу точки погрузки. Ну, может быть, её здесь нет. Ладно, покатаемся, посмотрим. Напишу пока. Один ли сыпавал. Один ли сыпавал. Та-да-да-да-да-да. Три пилорам. Пилорамы. Три точки разведки. Разведки. И, собственно говоря, один стартовый авто. Плюс три слота. Ну вот, собственно говоря, описулька готова. Блин, ну вот насчёт точки погрузки, мне что-то как-то это... Блин, фиговенько. Либо она где-то за холмом каким-то спряталась, её не видно на миниатюре. Или же её на самом деле нет. Это трудный вопрос. Ну, если что, крас, ребят, тоже можно заменить, а поэтому даже можно смело сказать, что здесь четыре точки. Кто-то у меня где-то открылся. Газон, что ли? Ага, походу да. Может быть, давайте, наверное, в этот раз я поеду не на газоне всё-таки, а на своём Урале. Я думаю, это будет более актуально. Дождь идёт. Чё-то я побаиваюсь как-то. Так, ладно, ставим это, и это, и это, и это. Пожаробезопасный выхлоп, и, собственно говоря, топливная цистерна, и колёсики-позадорники. Заводимся, да и поехали. Поехали, покатаемся, посмотрим, что почём. О, смотрите, клёвенько-то как, а? Смотрите, чё-то он там кулибенит, собирает, смотрите, работяга какой, а? Уж ты. А мы поехали. Ух, не приносим, поехали. Я уже сам далился. Это у нас тинт, да, на дорогах. Смотрите. На дорогах нанесён тинт. Машина тонет, стоя на одном месте. Вот уже камера утонула, можно сказать. Почти до диска мы с вами погрузились. Поэтому ездить здесь без полного привода, наверное, будет проблематично. Но рекомендую сразу же автоматически буквально использовать полноприводные автомобили. Ладно, давайте сворачивать мы будем чуть позже. Придерживаться пока что будем дороги. А там, как говорится, как карта ляжет, надо будет свернём, не надо будет. Так оставим. Мне, как всегда, параллельно надо делать ещё и скриншоты. Правда, честно говоря, я не понял, что я сейчас скриншотил. Смотрите, дождь идёт и солнце светит. Обалдеть. Грибной дождик! Или огребной? Не знаю. Не то грибы растить будут, не то огребёмных. Трудно сказать, пока мы всю карту не обкатаем. Ну вот, прикольно. Клея есть, зато на этой клее пни растут. Вот это не есть хорошо на самом деле. Мне надо правее. Если до точки разведки, то правее. Погнали. Погнали наши городских. Нет, слушайте, у меня сейчас фпс проседать начинает. Не знаю почему. Точка разведки! Ура! Смотрите, как классно сделана дорога. Обалдеть! Не знаю, насколько там глубокая грязь. Но что она, в принципе, сделана классно, это факт. Впереди у нас стоит машинка, которая нам не даст никуда более проехать. А нам, в принципе, и не надо. Или надо? Но перебьёмся. Так, забыл опять контакт закрыть. Начинается. Ну, давайте съездим на лесоповал, что ли. Я прям даже не знаю. Ну, а что делать? Надо съездить, посмотреть, оценить обстановку, как говорится. Так, ориентировочно поставлю я вот сюда вот меточку. О, погнали! За сандалиемся прям по самой... По самой уши. Чтоб жизнь с мёдом не казалась. Доски валяются. Видать, здесь уже кто-то застревал. Доски подкладывали. Так, здесь, по-моему, надо держаться основной дороги. Никуда нам пока не надо. Ну, вот эта дорога, она на пилораму идёт. На самом деле, я не знаю, пока не вижу смысла туда ехать. Там что-то будет интересное, по-моему. По дороге. Ну, смотрите, трактор стоит. Класс. И, вроде бы, казалось бы, лужа. Думал, всё, сейчас пипец, я здесь утону, захлебнусь. И никуда не уеду. Ни хрена подобного, ребят. Всё чики-пуп. Едется очень комфортно. На повышенной передаче машина даже в грязи не тонет. Так, знаете ли, скорее всего, больше визуальное представление о грязи, нежели сама грязь. Так, ну и что мы здесь с вами сейчас будем наблюдать? Железную дорогу уж мы точно здесь наблюдаем. Ух ты, как здесь тесно. Смотрите, ребят. Вот так вот здесь надо протиснуться. Стоят машины, в аккурат ждут погрузки, ждут подхода поезда, чтобы загрузиться и уехать. Ну, вот оно у нас лесоповал. Вот она локация лесоповала, ребят. Ну, точки погрузки я на самом деле не наблюдаю здесь. Как бы оно печально для меня не звучало. Почему для меня? Потому что далеко не каждый любит грузиться вручной погрузкой. Вот, многие предпочитают. Кстати, вот только вот стоит указать в описании карты, что на карте только козёл для погрузки брёвен или же делянка. Всё, сразу скачивания на нет падают. Вот, никто скачивать ни черта не хочет эту карту. Ленивые все, однако. Ну, не все, конечно, за всех не отвечают. А, это у нас машина, типа, здесь перевернул. Что-то эту... С этого ракурса ехал, думал, бачка какая-то лежит. А машины-то я не увидел сразу. Что-то, блин, досмотрелся на дорогу. Вот, это у нас, типа, машина здесь перевернулась и вот кидала нам досок. Проезду не мешает абсолютно, если вы не едете ни на каком-нибудь там мутагене с большими колёсами. Вот, так, ну и что у нас здесь дальше? Дальше у нас что-то здесь, а здесь у нас тоже что-то дальше. А может, по железке прокатимся, ребята? А вдруг мы там что-нибудь интересное найдём? Я просто единственное, что боюсь, сейчас съедем на железку и мы здесь подконим, нет? Проехать мне надо каким-то макаром под мостом. А, вон слева, в принципе, дорога есть. Не, нихрена не тонет, в сути, все нормально. Что-то я разогнался, по-моему, как-то. Ух ты. Здесь у нас дорога почему-то. Под мостом. Автор мост поставил, а дорогу не убрал под мостом. Смотрится как-то непонятно. Как будто провалилась она на три метра вниз. Непонятно почему. Дождём, видать, размыло. Так, ну в целом, ребят, пока что ничего плохого я на карте не вижу. По мне даже очень-очень неплохо. Что есть у нас такое-то, я не пойму. Что-то валяется. Патраха какие-то от автомобиля, походу, отвалились. Здесь сбили поездом автомобиль. Машинка, кстати, немасштабная. Немножечко её надо было увеличить. Реально, немасштабная, слишком мелкая. А это валяется чуть ли не пятер бил какой-то. Или что-то в этом духе. А по факту что-то прям вообще писец маленький какой-то. Так, куда мы с вами здесь уедем-то? Заправка здесь слева. Оно её к чёрту. Мне вот вообще бы вот сюда каким-то макаром попасть. Ну, вообще, вообще карта несложная. Можно было даже здесь маленькой грязи побольше подмесить. Автор, наверное, сейчас обзор посмотрит и скажет, тебе не угодишь. На карте Азори здесь я говорил, что много грязи. Здесь же, как по мне, ребят, на самом деле грязи мало. Так, вот мы с вами приехали. Ты ёпки. Вот, как-то мне вон туда надо попасть. Эй, а чё это такое? А, вот она, на просека пошла прям вон к точке разведки. Да вон даже грязевые пятна есть, чтобы туда проехать. Не знаю, насколько сильно они грязевые, правда. Всяко может быть. Да, вот знаете, что я забываю? Делать скриншоты. Мне эту карту ещё надо на СТ-МОДС выложить. Нет, ну делаю, конечно, но не так много, как хотелось бы. Обалдеть, вот это погодка, а. Вот это да. Но, естественно, на скрине точки разведки видно не будет. Да, вон дальше она пошла, дорога куда-то. Фиг его знает куда. Сюда, сюда, сюда. А, и в аккурат вообще к гаражу можно выехать. Во как. Прикольно. Ну, в принципе, на пилораму с гаража ехать. Единственное, может какую машину с топливом подтянуть по-бырому. То, в принципе, да. Вот эта дорожка, она будет актуальна. А так, если... Ну, в принципе, какая у нас может быть машина с топливом возле гаража, да? Непонятно. По-любому нужно одевать цистерну в гараже, ехать на заправку, а потом туда. Ладно, тогда проще здесь проехать. Короче, не знаю, зачем эта дорога. Ну, так, чтобы было, наверное. Так-то, знаете, ребята, особо дорог-то и не видно на карте. Вон она что, понимаете? И дорог-то и немного. Здесь, по большему счету, вот здесь вот эта часть, она вся лесом засажена. Но здесь не дорог, ничего вы не увидите. Вот. Так, давайте мы с вами съездим назад, сдадим. Или давайте заедем на территорию вот этой промышленной. Я, может быть, тоже там скриншотик замучил. Я думаю, не только мне одному интересно, что там и как оформлено. Я думаю, и вам тоже интересно. Все-таки на карте используют дополнительные статические объекты. И зачастую карты от этого становятся только красивее. Только неопытные картоделы, так скажем. Зачастую портят карту. Ну, далеко не все картоделы. Я не стану за всех вот это говорить. Вот, далеко не все картоделы портят дополнительными статическими объектами карты. Вот недавно вышла карта. Честно, первая работа автора. Так стрельнул ей. Вообще просто как пулемет, блин. Пулемет Максим, блин. Ой, карта хороша, ей-богу, была. Ну, я обзор на нее записывал, ребят. Буквально сегодня, кстати, на такую сосиску образную. Так, вот заехал, скриншот делай, да? Развернулся и поехал дальше. Ой, мы тонем. Ну, здесь экструдус. Ой, фу, экструдус. Тинк накиданный. Так, нам надо повернуть налево. А вон там что за дорога идет? Может быть, мы по этой дороге не обязательно ехать по этой, по железке-то прям. Здесь тоже вроде как бы грязь есть, ребят, но она вообще такая какая-то никакая. Машина даже не тонет в ней. О, на дорожку какую-то приехал. Молодец я. Черт, ноль урона, кстати, у меня. Газон Б-69 уже давным-давно был ухандоку. Так, мне налево, потом вот сюда, потом как-то вот сюда. А, нет, вру. Просто по дороге налево и все. А, только там грузовик валяется. Ну, у нас здесь вот объезд есть. Ай-яй-яй-яй-яй, вот я и сглазил. Вот только что поговорил, а. И нате 39 урона, чтобы жизнь медом не казалась. Блин, железных дорог здесь столько вообще, песец. Обалдеть. Вся карта исполосована железными дорогами. Ну, а здесь вот косячок с водой, вода висит в воздухе. В принципе, с дождем, ребят, не так уж это сильно и заметно. Но, но есть. Да, как бы констатирую факт. Ох, 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 вот эта гора. Ох, нифига себе, а здесь мастер-то какой. Вот это да. Вот что-что, а мостик-то я точно здесь не ожидал увидеть. Интересно, что это за мостик такой. Первый раз вообще. В Пентайрес вижу такой объект. Вот здесь еще какой-то засранец расположился. Давайте, может, мы его как-то подвинем. По-моему, это динамический объект, а не статический. А, это вон, рыбачок сидит. Это он, типа, приехал. Ну, лазит. На. Твоя машина забирай. Хе-хе. Сорян, мужик. Я думаю, тебе он не пригодится больше. Точка разведки! Ну что, поворачиваем налево? Прямо здесь? Шучу. Ух, пролетел я как, а? Рьяно. Давай, 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 езжай. Слушайте, мне кажется, все-таки на Урале несколько быстрее у меня обзоры получаются, нежели... Ёптать! Что здесь? Ой. У меня сейчас чуть сердечного приступа не было. Вы это видите, ребят? Куча мною нелюбимых мостиков, и все они собрались в одном месте. Это просто мега, мега... Я не знаю, это мусулька какой-то. Ай! Ой! Погружение в движение. Ну что, финальный скриншот? Не доехал я до пилограммы. Я не знаю, на чем здесь ехать можно. Слушайте, я там шавулись ищу, смотрите-ка. Блин. Больше сейчас за что-нибудь зацепиться смогу. Да, смогу, да толку мало. Если только под мостом у меня получится пролезть. Ну давай, давай, ну чуть-чуть. О, нихрена сия. Вот это я. Вот это я даю, блин. Я, честно говоря, думал, все это без вариантов уже. Нет, оказывается, с вариантами. Вот это да. Это меня, наверное, мужик там подсуропил, которого я УАЗик скинул. Он, наверное, ага. Надо ему дощечку подпилить. За мой УАЗик. Вот он подпилил дощечку на мосту и меня, собственно говоря... Давайте попробую завести машину. Мне кажется, просто я буду сейчас урон получать. Нехилый такой. Да нет, вроде не получаю. По всем моем удивлении. Так, надо немножко мне сдать. Вот сейчас вот буду получать, наверное, урон. Так. Что-то я вообще застрял конкретно. Причем застрял, ребят. Тянулся и туда вытянулся, а больше никуда не тянется. Ну давайте попробуем в другую сторону потянуться. А давайте вперед лучше. Вот так. О, поехал, поехал, поехал. А вот теперь назад. Ну вообще, можно сказать, выехал. Я просто хочу повторно попробовать проехать по этому мосту. Не знаю. Просто у меня складывается такое ощущение, как будто это вообще нереально сделано. Очень тяжелый мостик. Плюс еще на Урале на моем достаточно такая туговатая подвеска. И это все очень негативно сказывается на проезде. Потому что, как бы, если колеса очень были бы мягенькие, допустим, как у дефолтного 4320. Ну, подвеска мягенькая. Ёшкин, матрешкин, вот застрял-то я тут. Вот. То, возможно, да, я проехал бы. Ну, у дефолтного 4320 велика вероятность переворотов. Но вот мне для того, чтобы сделать машину более устойчивой, я решил сделать подвеску пожестче. Вот. Ну, приходится тоже в таких случаях несколько жертвовать, так скажем. О, выехал. Ну что, ребят, дубль два. Сейчас я развернусь только в сторону моста. Ты что-то там застрял-то. Ну, поездив здесь туда-сюда несколько раз, конечно, здесь дорога ушатается. Внешность она обманчива. Вроде бы мы сюда достаточно так рьяно приехали. Вот. Но, невзирая на это, ребят, на самом деле, не факт, что вы сюда приедете так же рьяно еще раз. Скользит песец машина. Вообще просто песец, как скользит. Да нет, вроде едется. Чего я первый раз-то упал, а? Смотрите, уже половину, наверное, проехал. Ай! Не, ну если я здесь сейчас упаду, это будет конец света, ребят. Это однозначно. Я и дна-то не вижу при всем своем повышенном желании. Там-то хоть дно было. Здесь-то все будет. Сейчас попа я чувствую полное. Ой, удержался, обалдеть. Ну, еще не вечер. Ну, блин. Вот это просто полоса препятствий какая-то, ей-богу. Полигон отдыхает. Так, и что это у нас здесь? Ебадабаду, приехали мы на пилораму. Ребят, ну все, в принципе, все цели на обзор, так скажем, выполнены. Я даже не знаю, что еще можно добавить. Вот, ну так-то, в принципе, карта прикольная. Я даже и от дождика не устал. Я не могу сказать, что мне дождик надоел. Мне карта понравилась. Не знаю, как вам. Решать вам, безусловно. Вот, скачивать, не скачивать. Ссылочка под видео присутствует. В моей группе также эту карту вы увидите. Ну и на сайте с темоц, естественно, я ее тоже добавлю. До этого я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177. Данную карту, ну я сказал уже, где вы можете скачать. Всем спасибо. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok